Всем привет! Меня зовут Камила. Сегодня покажу тебе, как слепить гиганта под названием Акуа Самолет и монстра Фанни Фир. Начну, пожалуй, с гигантской воздушной акулы, а для работы мне понадобится пластилин и фольга. Но для начала хочу поприветствовать десятку зрителей, которые верно ответили на мою задачку. Верно! В прошлом ролике я сказала слово Балди 24 раза. Что ж, пока ли плюл, расскажу тебе немного про нашего монстра. На моем канале уже были видео про гигантов, День 17, Бегемота и Блуждающую Судьбу. Все эти существа являются творениями канадского художника-иллюстратора Тревора Хендерсона. И многие полагают, что Акула Самолет тоже не стала исключением. Однако Акулу придумал не Хендерсон. Это существо, созданное компанией Random Staff Animations. Говорят, что Акула Самолет размером от 5 до 50 метров в высоту, от 25 до 50 метров в ширину в зависимости от положения существа, и 500 метров в длину, а взрослая особь может достигать длины от 15 до 30 километров. За все время существует лишь одно изображение данного гиганта. На фото мы видим огромную акулу, которая парит высоко в воздухе. Сам монстр серого цвета, однако есть несколько отличий от обычной акулы. Во-первых, у гиганта неестественно длинный и изогнутый хвост. А во-вторых, плавники существа очень широкие и напоминают крылья. А морда имеет остроконечную форму. Известно, что акула-гигант способна проглотить целый самолет. И с момента появления данного существа было зафиксировано целых 8 случаев бесследного исчезновения пассажирских самолетов. Благодаря своему огромному размеру, монстр может легко разрушать, убивать и съедать самолеты и другой транспорт. Однако он может быть добычей для других более крупных гигантов. Но акула-самолет будет до последнего сражаться или спасаться бегством от своих врагов. Так как, в отличие от других гигантов, акула-самолет – одно из самых быстрых существ в Random Staff Animations. Но акула-самолет, так же, как и большинство гигантов, представляет из себя большую разрушительную силу, которая может легко уничтожить большое количество людей и их поселение. Где обитает акула-монстр, точно неизвестно. Хотя считается, что вероятнее всего она обитает в небе и скрывается в облаках. О чем свидетельствует единственная фотография. Что ж, это было все, что мне известно про акулу-самолет. А если узнал что-то новое, ставь лайк и напиши в комментарии слово акула. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая акула-самолет у меня получилась. По-моему, похожа на молнию с зубами. Если тебе нравится моя фигурка, оцени ее лайком. Приступаю к следующему персонажу. А точнее к одному из четверки Фанни Фир. Что означает в переводе с английского смешной страх. Я выбрала вот этого ушастика. Внешне, кстати, он мне напомнил злую форму мультяшной мыши. У него тоже черное туловище и красное мясное лицо. Однако, есть ряд отличий, которые делают монстра еще более устрашающим. У существа есть руки и ноги, на которых по четыре пальца. Также, как я и сказала ранее, у монстра вместо лица просто мясное месиво. Нет ни носа, ни глаз. Только открытый рот с белыми зубами. И черные впадины вместо глаз. Также, есть два красных уха и красный длинный хвост. Прямо как у дьявола. На спине, локтях и коленях существа есть острые шипы красного цвета. У Фанни Фир есть свой инстаграм аккаунт. На котором уже 600 тысяч подписчиков. Это и есть создатель существа. Который время от времени пополняет свой профиль. Новыми артами и изображениями монстров. К слову, автор инстаграм аккаунта является русским. А Фанни Фир не является как таковым монстром Тревора Хендерсона. Но фанат, который создавал существо, по всей видимости вдохновлялся творчеством и работами Тревора. Поэтому просматривается некоторое сходство его работ с монстрами канадского художника. И следовательно в сети тут же все решили, что Фанни Фир это монстры Тревора. Однако это не так и является большой ошибкой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...